так ребята в общем сделал ухо запоксидки ухо у меня сейчас его покрашу я уже примерил она вообще прям подходит идеально покрепление высохла за сутки даже поменьше сейчас покрашу все будет ништяк так че еще сделал почистил форсунки верхнюю рампу также поставил датчик залив все вот эти крепления вернее всего тот верьте еще вчера сейчас она маленько побольше засохнет затвердеет и буду просверливать уже по от самореза под новое принципе ребят все купил новый самореза с увеличенной такой шляпкой прижим будет больше идти ну в общем-то нормально все будет потом бензонасос разобрался с ним вот на самый датчик вот этот вот давление о и давление уровня топлива здесь маленько заколхожено но это все переделается ребят будет все просто шикарно вот там такой шарик и попробую позвонить я вам покажу потому что всем интересна эта тема вот так ну и в принципе все сейчас покрашу вот этот участок где ухо все ребятки какие вот мотобудни так все ребят как будто бы такое вот ухода даже в принципе как родное будто и без ремонта это все так издалека да ну нормально короче функция нас у его выполняет плюс в том то что эпоксидка вот когда ее если размешать в разных пропорциях можно размешать так то что она будет такая гибкая то есть она до конца не засохнет она будет гибкая и крепление у вас когда вы будете вот прям плоскогубцами возьмете вода его вот это вот ухо вот так вот будете на излом она вас не треснет не поломается она просто чуть-чуть согнется и гнуться будет и не оторвется вот в этом вот плюс а если взять пластмассу вы просто раз и это ломаете то что вот всем привет народ в общем вы просили показать крепление второго вентилятора на радиатор мотоцикла honda seber 1000 вот ребята я готова сегодня крепление потратил наверное часа два плюс пока высох краска плюс вообще продумал как она ставится в общем то время ребят пролетело кому понравится ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал еще будет много всего интересного так вот друзья вот в чем суть этого видосика показать как закреплен второй вентилятор сейчас вкратце расскажу снимая не первый раз уже наверное раз 4 постоянно удаляя что-то не так скажу в общем перезаписывая запарился уже очень ребятки смотрите первое крепление у нас остается в стоке стандартное второе крепление это вот на край радиатора сюда подкладывается вот такая гайка ребят подкладывается для того чтобы здесь увеличить зазор между самим вентилятором и радиатором для того чтобы он у нас в процессе эксплуатации не задевал за радиатор потому что у некоторых бывает взрывает и здесь зазор где-то два миллиметра но может быть 3 это максимум вот это вот крепление как вы загибайте не выгибайте она все равно сядет на свое место и у вас зазор здесь будет также два миллиметра сейчас здесь зазор ребята вот такой вот видим большой здесь ничего уже не заденет это крепление стандарте тоже проводочка здесь вот подключен параллельно запитан запаян никаких скруток везде все на спайке здесь изготовлена такая пластина из угольника сколько там четыре миллиметра или три с половиной вот это вот крепление самое основное к нему нужно отнестись прям очень серьезно изготовить его из хорошей стали я изготовил из очень толстой стали гнул газовым ключом в тисках ребят так что вот это вот крепление самое такое основное потом что здесь вот так же как и здесь ушко он 10 это ушка мы вот загнули и выгнули его вот так вот загнули выгнули и подпилили также вот параллельно вот с этой кромочкой на самом радиаторе чтобы она была параллельно плюс на корпус вентилятора одета вот такая резиновая трубочка она разрезана если что можете купить ее для системы омывателя автомобиля от бачка омывателя к форсункам вот такая вот идет резиновая трубочка очень отличная вещь здесь ребята просто вот это вот само крепление загнутая туда и все и она вот как бы там чуть-чуть вот вверх как бы зацепилась за край чтоб он не отходил и все здесь у меня до этого был такой вариант тоже вот с креплением его потом подгибал в процессе в общем но не подходит она мешается вообще здесь и когда вы воздухозаборник устанавливаете и когда вообще ставите сам радиатор есть идет крепление на раме она мешается поэтому я вот это вот крепление сделать таким образом просто по-другому никак вообще сейчас он держится вообще мертвых ему просто прям не сдвинуть ни на миллиметр благодаря вот этому креплению маленькой тонкости вот это вот пластина она должна быть прям вровень прям впритык корпуса вентилятора чтобы у нас сам вентилятор не двигался по оси когда мы затянули он прям впритык идет прям впритык и у нас он не двигается по оси вот это очень самое основное пацаны в общем то ребят вот так вот при такой схеме у вас радиатор с двумя вентиляторами встанет на мотоцикл миллион процентов и все будет чики чики короче вот так ребят запустить движок до прокатиться но еще все ребятки такая вот история про радиатора с двумя вентиляторами вы все просили показать вот я показываю в общем пацаны подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх